Здарова, мужики! Сегодня мы потрогаем и проверим в работе несколько светодиодных ходовых огней из Китая. Начнем с парочки самых маленьких. На коробке почему-то написано, что они для мотоцикла. Кстати, самовольная установка нештатных ДХО теоретически карается законом. Но это почему-то мало кого останавливает и мало кого карают. А вообще, если очень хочется, то установить ДХО лучше всего как минимум по ГОСТу. И узаконить это все в ГИБДД. Итак, это пара с тремя светодиодами. Алюминиевый радиатор. Лицевая панель тут из толстого пластика. Крепление, думал, будет из фольги, но нет вполне себе ничего. В принципе, все выглядит довольно герметично, за исключением вот этого места. Дополнительная герметизация уж точно не помешает. И малая толщина проводков вообще портит первое впечатление. Ну и еще один балл также можно снять за внешний вид. Есть такие вот небольшие косяки в литье. На коробке рабочее напряжение 12-80 вольт. Яркость 700 люмен и общая мощность 6 ватт. А на странице товара напряжение 9-16 вольт. Мощность уже 9 ватт. Кому верить непонятно. Вообще, чтобы любые светодиоды не перегорели через пару дней или недель, просто необходимо подключать их через регулятор напряжения, ну хотя бы вот такого типа. Также заявлено пылевлагозащита IP68 и цветовая температура 6500 кельвинов. То есть ярко-белый свет. И если их прикрепить вот этими саморезами из комплекта, то на вопрос, а как они там у тебя в бампере держатся, можно смело говорить на соплях. Поэтому лучше заменить на что-нибудь более надежное этих саморезиков. Но в принципе, думаю, что все это должно работать нормально. Посмотрим, как они светят. И как оказалось, светят они очень даже неплохо и отчетливо видны днем. В роли ДХО их яркости вполне достаточно. И вот пример сравнения с ближним светодиодным светом фар. Далее ДРЛ на 9 светодиодов каждый. Вот качество изготовления этих ДХО мне нравится значительно больше. Выглядят они аккуратно. Длина этой полосы 25 сантиметров. Но у продавца также есть и покороче вот такие. С проводкой и герметизацией тут тоже дела получше. Уже есть фишки папа-мама. И проводки тут потолще и уже медные. Мощность их 27 ватт. И продаются они за 25 долларов. Ну да, тут в общем-то к качеству претензий, ну, можно сказать, что никаких. Крепежи тут тоже есть и они также не из фольги. Эти палки рекомендую также подключать через регулятор напряжения для продления жизни вот этих светодиодов. И крепить они также предлагают на саморезики. Ну, уже такие более-менее. Ну, смотрим, как же светятся эти полоски. А свет этих полосок оказался на уровне ходовых огней современных иномарок. Светят они очень классно. Яркий, чисто белый, ровный свет. Вот конкретно эти полоски прям огонь. И также в сравнении с ближним светом фар на стене. И под занавес. О, вот это крепеж, так крепеж. И внутри мега ДХО для БелАЗа. Косяки транспортировки. В принципе, на скорость не влияет. Но упаковывать надо лучше. Куда такое приколхозить? Ну, я думаю, что на Ниву точно можно. Или какой-нибудь проходимый походный автомобиль. Прямо в бампере просверлить дырку, поставить кронштейн, закрутить. А может быть и как лампу заднего хода можно использовать. Выглядит довольно уверенно, массивно. Радиатор такой мощный. Оптика такая необычная, такая интересная. Прямо интересно, как она будет светить. Мощность одного такого светильника заявлена 30 Вт. Рабочее напряжение 10-30 Вольт. Это значит, что возможно там уже есть защита. Но проверить это не знаю, как расковырять. Расковырять? Вон там саморезы. А как их открутить? Хрен его знает. Неразборная она, походу. Портить не хочется. Написано, что защита IP67. В принципе, очень может быть. Но вот здесь, опять же, лучше пролить дополнительно герметиком на всякий случай. И здесь тоже заклей. Яркость 3800 люмен. Цветовая температура 6000 К. Ну, что могу сказать? Эта штука больше похожа на фару. Провода тут еще толще. Но они не медные. А в общем, смотрим видео с примером ее работы. Так, это у нас ближний свет. Это ближний свет. А теперь... Та-дам! Псс! Выравнивать. Офигеть. Одна. Ну, а тут, я думаю, и так все понятно. Да. Ну, граница, да, четкая у нее? Да, она прям вот бьет. Ну, реально, у нее четкие границы. Смотри. А ну, знаешь, что это? Это прям вообще что-то... Ну, а на этом у меня все, друзья. Всем добра. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok